По мнению экспертов, сенсационный результат право радикального национального фронта связан прежде всего с парижскими терактами, вернее, со страхами французов перед их повторением. В ходе предвыборной кампании лидер партии Марин Лепен постоянно упрекала Франсуа Оланда в том, что он не в состоянии защитить своих граждан. Сыграл национальный фронт и на недоверие по отношению к беженцам. Это не значит, что все французы антисемиты или расисты. Просто французы считают, что власти в последнее время говорили им полный бред. Я немного в шоке от всего, что произошло. Но нам нужно собраться. Я надеюсь, люди изменят свое мнение. Это страх. Страх и сигнал правительству, что оно делало не все, что нужно. Я думаю, в этом и проблема. Второй тур выборов изменит баланс сил. Французы винят Франсуа Оланда не только в том, что он не смог предотвратить теракты. Избиратели недовольны и стагнации в экономике. Голосуя за национальный фронт, думающие французы, считают эксперты, дают понять властям, нужно что-то менять. Однако лидер пароварадикалов Марин Лепен надеется на большее. Она не скрывает своих президентских амбиций и, судя по всему, расценивает эти выборы как репетицию. «Это путешествие в никуда. Мы не раз становились свидетелями антимигрантской и ксенофобской риторики в ходе предвыборной кампании. Мы также знаем, что у национального фронта сильные позиции внутри ЕС. А также Марин Лепен не раз говорила, что она друг Владимира Путина. И вот такое сочетание теперь станет политическим фактором на национальном уровне». Эксперты не устают напоминать, что это был лишь первый тур региональных выборов. Да и власть у политиков в регионах достаточно ограничена. Пока на втором месте после национального фронта идут консерваторы во главе с бывшим президентом Франции Николя Саркази. Правящие социалисты Франсуа Алландо лишь на третьем. Возможно, что в некоторых регионах они снимут свои кандидатуры во втором туре, чтобы не дать победить националистам. Второй тур пройдет уже 13 декабря.